Всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами снова Катя и сегодня у нас видео тест, видео тест помад. Ко мне пришли вот буквально пару часов назад новые помады от Maybelline, Vivid Matte Liquid. Я уже о них очень много наслышана, особенно от американок, потому что почему-то американский ютуб сейчас практически ими взорвался, так как буквально каждый там третий начинает пользоваться именно этими матовыми помадами, так что давайте протестируем, как они и вообще первое впечатление от них. Итак, у меня есть 6 оттенков, 3 в такой более-менее розово-коралловой яркой гамме и 3, ну ладно, даже 4, 4 оттенка именно ярких. Один из них красный, другой это скорее такая вот темная фуксия, третий это яркая очень сильно фуксия и четвертый это яркий-яркий такой вот коралл. Еще у меня есть таких вот два абсолютно нюдовых, насколько я понимаю, оттенка. Мне очень сильно нравится упаковка, она максимально лаконичная, более того, она очень удобно держится в руке и что мне очень сильно нравится, это что у них матовые крышечки, соответственно, они не противно заляпаются. Я очень не люблю в косметике глянец, потому что на глянце остаются все отпечатки пальцев, а это все выглядит крайне странно потом. Вот, ну в общем, давайте тестировать. Итак, я уже подготовила свои губы к нанесению помады, мне осталось одеть ободок, потому что волосы не должны лезть в лицо, когда мы кращим свое личико. Вообще, что я вам хочу сказать, мы будем всегда делать очень крутые рассылки, смотреть, что мне пришло, как мне пришли, в каком виде эти помады, они пришли вот в такой вот косметичке-пенале. Я понимаю, что это скорее даже больше пенал в виде такого нью-йоркского такси. В общем, очень круто, классная просто идея, я сижу постоянно улыбаюсь, когда смотрю просто на эту упаковку. В общем, начну я с такого вот оттенка чайной розы, это 05 нюд флаж. Честно говоря, это максимально, скорее всего, оттенок, который мне может подойти, потому что у меня таких оттенков именно помад нюдовых очень много, так как мои губы, они вот такие вот более увядающие чайные розы. Мне совершенно не подходит практически нюд, который коричневый, потому что коричневый нюд делает из меня сразу какого-то трупа непонятного, потому что даже вот мой цвет губ, он не такой, в общем, как мой цвет кожи. Ну, поехали. Очень удобный аппликатор, им действительно очень удобно красить губы. Просто идеальная кремовая помада, она отлично наносится, очень-очень удобный спонж, которым действительно безумно удобно прорисовывать контур губ, которые у вас есть. Очень удобная форма у спонжа, она слегка приплюснутая, при этом вы можете совершенно спокойно прорисовать тот контур губ, который у вас есть, то есть нет такого, что вы вдруг куда-то заехали или еще что-то. Он действительно очень хорошо и точно прорисовывает тот контур, который у вас есть. Сейчас вообще приближу слегка. Самое главное, что вообще не подчеркивает никаких шелушений, то есть вот у меня сейчас полностью сгладился рисунок губ. Ну, что насчет того, что отпечатывается она на зубах или нет? Пока что я этого не вижу, потому что большинство матовых помад именно этим грешит. Из чего они мне единственное не нравятся. Насчет матовости, ну вот пока что я не вижу на губах. Давайте подождем, вот сейчас засечен 3 минуты, через 3 минуты мы увидим, потому что пока что я вижу еще глянец на своих губах. Итак, 3 минуты прошло, не могу сказать, что исчез полностью глянец. То есть это не тот бархатный эффект, который мы привыкли видеть от матовых помад. Я бы назвала ее скорее просто кремовой, либо вельветовой, наверное так. И то даже до вельвета она слегка не дотягивает, благодаря вот этому странному глянцу, который остается. Но мне помада очень нравится. Единственное, что для меня слегка рисковатая душка, но я так понимаю, что она постепенно уходит. Если промокнуть помаду с салфеткой, то получается более матовый вариант. Я сейчас погуглила в интернете. Вот, сейчас мы с вами этот вариант тоже попробуем. В целом помады, мне кажется, могут составить достойную конкуренцию помадам, которые Soft Matte Lip Cream от NYX, насколько я помню, он так называется. Потому что по текстуре они очень похожи, но NYXовские, они все-таки более матовые, в них вообще практически нету глянца. Эти все-таки слегка более глянцевые. Итак, салфеточка. Ну вот, в принципе, она и получилась матовой полностью. То есть, вот такой от вас получается эффект. То есть, видите, она не застывает, она, в принципе, съедается. Я так понимаю, что если вы будете кушать, там, активно разговаривать, не знаю, там, целоваться в конце концов, она будет оставаться везде, где вы будете прикасаться к любой поверхности губами. Поэтому берите ее смело с собой, так как она идеально наносится. У нее как раз-таки для этого идеальный спонж. Она действительно сама практически делает за вас всю работу, потому что она прям вот растекается по губам в те складочки, заполняя их идеально так, как нужно. И вот даже матовая ее консистенция, то есть, не подчеркнула никакие шелушения, они сгладились. Очень красивый и интересный оттенок. Не могу сказать, что он полностью нюдовый. Все-таки для меня он ярковат, для нюда, но он очень интересный. Более такой вот весенний-осенний. Наверное, на лето я, мне кажется, что он слегка скучноват и слишком розовый. Насчет зубов, вроде как на зубах не остается, то есть, можно с ней смело разговаривать, но мы с вами еще это сейчас потестируем на ярких оттенках. Вторая помада тоже у нас получается нюдовая. Это 50-й оттенок Nudes Real. Могу вам сказать, что все-таки на камере они передаются слегка темнее, чем они есть в жизни. Ну, не знаю, может быть, кстати, сейчас на губах она передастся ровно так же, как сейчас на камере. Господи, ты не смотришь, это просто какое-то чудо. Его изобретал вот, ну, человек явно с губами неидеальными. Это просто шикарно. А то обычно смотришь идеальные такие вот видео в Инстаграме и думаешь, что же я за урод. Это просто не текстура, это какая-то бомба. Она заполняет вообще самые микроскопические трещинки, которые вот у вас есть на губах. Я так понимаю, что это максимальный матовый финиш, который она может дать, но вот, вот то самое, чего я боялась. Из-за слишком кремовой консистенции она начинает на внутренней стороне губ не полосить даже, а вот такое ощущение, как будто, ну, вот клейкой слегка быть. То есть, когда вы разговариваете, это видно, то есть, ее нужно все-таки еще промакивать изнутри. С обычными матовыми помадами в целом такого не происходит, потому что они сразу застывают. А здесь приходится, видите, удалять сколько излишков. То есть, есть вот тот самый излишек, который собирается за счет такой вот гиперкремовой консистенции. Но как раз-таки из-за нее получаются губы просто идеальные. То есть, в целом помада выглядит вот так. Меня очень устраивает данный результат, потому что не всегда хочется суперматовых губ, который, вы знаете, как будто гуаши прокрашены. И могу вам сказать, что она очень комфортная в носке, то есть, вы ее ощущаете. Нет такого, что у вас как будто ничего абсолютно нет на губах. Вы ее ощущаете, но такое ощущение, как будто она просто больше напитывает ваши губы. Она больше ощущается, скорее, как гигиеническая помада. Вот. Мне в целом это как раз-таки очень сильно нравится, потому что мне не хватало среди своих матовых помад той самой кремовой текстуры, которую можно будет промакнуть. Будет хороший, классный мат, но без вот этих вот продольных трещинок, потому что продольные трещинки – это, конечно, наша беда. И следующая помада, которую я вам хочу показать, как раз-таки третья помада. У нее как раз-таки оттенок 35. Это суперядерный красный. Ну, не знаю, у меня вообще не очень хорошо дружу с красными оттенками, потому что они очень сильно желтят зубы. Но вот посмотрим, что с этим. Зубы она не желтит. Но, честно говоря, из всех... Она даже их супер белит. То есть, это вот из разряда той рекламы Colgate Optic White, когда она идет с красной помадой, а у нее супер белые зубы. Но из всех оттенков, как мне кажется, она максимально некомфортная и тяжелая в нанесении. Поэтому, если у вас набитая рука, либо пухлые губы, это будет очень круто. А если у вас не совсем ровная форма, как у меня, и достаточно такой вот странный кант, то есть, приходится его вырисовывать, то будет слегка геморройно, я вам честно скажу. Эффект классный. То есть, эффект действительно красивой красной помады. На завах... Ну, сейчас. Ням-ням-ням. Не остается, нет. Опять она грешит тем, что она как раз-таки соединяется между собой вот из-за супер кремовой текстуры. Ну, видите, то есть, действительно, очень много излишков остается как раз-таки вот на внутренней стороне губ. И она вот будет очень некрасиво сниматься, потому что вот я ее сейчас пыталась смыть. Для того, чтобы нанести во второй раз, чтобы получилось более прилично, она остается в прожилочках. Поэтому с этим цветом будьте поаккуратней. Итак, осталось еще 3 суперярких разных оттенков розового. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. Мне вообще странно идут розовые оттенки. Так что будем надеяться. Итак, сейчас я буду наносить оттенок 40, Berry Boost. Красивый оттенок в упаковке. Такая вот приглушенная фуксия. Очень красивый, яркий, насыщенный оттенок. Скорее даже малиновый. Очень яркий и очень насыщенный оттенок. Тоже достаточно сложный в работе из-за того, что он крайне яркий. Это вот на камеру он передается совсем неоновой фуксии. В жизни он все-таки более малиновый. Красивые яркие губы, но я на себе такие не люблю, поэтому для меня нет. Еще более ядерная фуксия. То есть, я думала, что тот оттенок будет приглушенный, но нет. А это более ядерная фуксия, поэтому, наверное, сейчас у меня, правда, будут неоновые губы. Это оттенок 15 Electric Pink. Ну, в принципе, он так и называется. Но он прям суперяркий. То есть, я вот такие губы... Если те губы я не сильно люблю, то вот эти губы уже прям вот совсем не мое. Нет-нет-нет, мне совсем не нравится. Хочется это быстрее смыть, потому что выглядит... Ну, вот, не знаю почему, но мне кажется, что у меня и так вот эта вот часть лица, она такая достаточно тяжелая из-за челюсти, из-за достаточно широкого рта и широкого носа. А губы это просто как бы утяжеление, как будто, не знаю, я прибавила лет 5 минимум, и еще как бы килограмма 3 на нижнюю часть. Вот просто не мое. Последний суперкоралловый оттенок, он номер 30, Fuchsia Ecstasy. Ну, он как реально похож на фуксию, просто для меня по факту вот эти все последние 3 оттенка, это вот в целом и есть фуксия. Ну, попробуем. Если промахнуть салфеткой, то они безумно комфортные в носке. Действительно, получаются очень такие вот красивые бархатные губы. Тоже не мой оттенок. Это эффект таких вот суперкрасных, зацелованных губ. Не люблю я такие оттенки. Все-таки я, наверное, больше приверженец нюда, либо уже совсем в блеске, если это именно яркие оттенки. Но в целом оттенок красивый. Что мне нравится, вся палитра абсолютно не желтит зубы, потому что многие яркие помады этим грешат. Поэтому вообще мне реально нравится. То есть, действительно, помады хорошие. Поэтому, если вдруг вы их увидите, обязательно их потестите. И обязательно знайте, что их желательно промакивать салфеткой, если вы хотите получить действительно матовые губы. А я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что самое главное, данная информация была для вас полезна. Это уже стандартно. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. И всем пока!